Привет, Выживший! На связи Аделион. А ты когда-нибудь обращал внимание, что некоторые звуки привлекают зараженных, а некоторые нет? Сегодня мы с тобой постараемся понять, можно ли строить баррикады под носом у зомби. Как работают таинственные крики, которые мы часто слышим. И почему не стоит думать, что глухой это халявные поинты. Но для начала немного рекламы. Присоединяйся к ролевому сообществу VATIF. Ребята на регулярной основе создают различные игровые вселенные на базе Project Zomboid. Нетоксичные комьюнити и высокий уровень ролевого отыгрыша. В данный момент они запустили сессионный формат игры в сеттинге Stalker. Им удалось сделать то, что сложно было вообразить. Благодаря уникальным модификациям и механикам, они смогли воссоздать атмосферу и настроение вселенной Stalker. Разумные и не очень разумные мутанты. Экономика, радиационные и токсичные поля. Выброс, квесты, NPC и многое другое уже сейчас вы можете ощутить на себе, переходя по ссылке в описании. И это не все. Именно сейчас они работают над глобальным проектом в стиле Live Вселенной. Мир, в котором вы сможете примерить на себя различные профессии, купить новую машину или построить дом мечты. И все это, опять же, в нашей игре Project Zomboid. Для начала давай проверим реакцию на бытовые звуки. Я проводил множество различных тестов на зомби. Через дверь от подопытных, ели, пили, читали, перезаряжали оружие, меняли повязку, принимали таблетки, бросали предметы и поднимали их. Испытуемые не реагировали на данные звуки. Конечно, не все звуки проверялись, так как их очень много. А если вам есть что добавить, то пишите комментарии. Я все читаю. Для проведения экспериментов мне необходимы были ресурсы, за которыми нужно было ходить. Это вызывало определенные сложности, поскольку зомби очень чувствительны к звукам шагов. Приходилось действовать крайне осторожно. У меня есть отдельное видео о скрытности, где можно подробно узнать о том, как в игре устроен звук шагов. Ссылку я оставлю в описании. Сейчас коротко скажу. Делая шаг, выживший всегда имеет шансы издать звук. На видео это круг. Если в окружность попал зомби, то он среагирует на шум и двинется в его направлении. В этот раз не получится отсидеться за дверью, так что не забывай их укреплять досками. Да, только не надо это делать раньше, чем убедишься в том, что где-то за углом не спряталась группа зараженных. Ведь на стук молотка они тоже среагируют с явным энтузиазмом. Но для них это как колокол обед. Над подопытными экспериментировали с различными видами строительства и сварки. По итогу исследователи пришли к выводу, что при работах по металлу звук более сильный и слышен на большее расстояние. При этом не важно, что именно строится, а также не имеет значения опыт и навыки мастера. Стрелковый навык не уменьшит звук от оружия. Однако ты совершишь намного меньше выстрелов для достижения своей цели. Любому выживальщику уже давно понятно, что в городской среде стрельба привлекает слишком много ненужного внимания. Так что это крайний аргумент. Но мы все равно подробно посмотрим на радиус шума у доступного нам огнестрельного оружия. Для тестов был построен полигон. Мы расположили везде датчики и смогли составить вам таблицу, где указан радиус, на котором звук перестает быть интересен для зараженных. Самые бесшумные представители это М36 и М9. Оба пистолета лучше всего подойдут для рейдов у Луисвиль. А вот дробовики и обрезы стоит использовать осторожно, так как на выстрел сбежит со вся округа. В дополнение скажу, у зомби есть особенность быстро забывать зачем и куда они идут. Если ты раз выстрелил, то они пройдут где-то 20 метров в сторону шума. Но если стрелять постоянно, то естественно они будут точно двигаться по направлению к тебе. Удрать от преследователей вам поможет автомобиль. И с этими железными коняшками мы тоже разобрались. Первое, что нужно понять, чем больше оборотов, тем громче слышно машину. Второе, что влияет на шум, это глушитель и его состояние. Ну и третье, это сам двигатель. Все эти параметры в сумме дают вам значение в метрах, на котором зараженные могут вас заметить. Однако тесты показывают, что данное значение еще требуется поделить на 2, и уже этот результат будет итоговым. По всей видимости, подопытным не так сильно интересен звук двигателя. По этой же причине многие авто больше привлекают своим движением, чем звуком. То есть у тебя больше шансов собрать орду, показавшись им на глаза, чем привлекая звуком двигателя. В противовес этому встает аварийный сигнал и сирена. Если ты случайно нажал на сигнал или включил сирену, то просто уезжай. В районе 120 метров все живое начинает двигаться на этот зов. Можно использовать для отвлечения в некоторых случаях. Также для отвлечения можно использовать вещи, такие как часы, будильник, телевизор и радио. Или даже создать генератор шума. Все перечисленное работает до тех пор, пока мертвые не увидят вас. После такого придется только убегать. Никакой шум их уже не заинтересует. Если снова говорить по цифрам, то телевизор и радио привлекают в радиусе 10 метров. Механический будильник в радиусе 15 метров. Будильник на часах на 7 метров. А самодельный генератор шума на 20 метров. Второй по силе и желанности звук в игре это сигнализация. Если слышите такую, будьте готовы, что в радиусе 200 метров от источника все зомби будут двигаться к нему. Сигнализация часто застает врасплох. А если замешкаться, то с каждой проведенной в таком месте секундой выживальщик рискует уже не вернуться на базу. Ну и последний, и по факту самый первый в списке ненавистных у всех выживающих звук вертолета. Этот гад собирает зомби со всей округи. Все ближайшие к игроку прогруженные квадраты будут оповощены о том, что рядом есть вкусняшка, и ее можно скушать. Это были практически все звуки, которые могут повлиять на ваше выживание. Выживая в городах или лесах, вы можете слышать звуки насекомых, крики разных животных, даже вопли и стоны людей. Но все это лишь декорации, зараженные никак не будут на них реагировать. А вот если вы слышите выстрелы, вот тут уже надо быть настороже. На этом у меня все. Если есть что дополнить, пиши в комментариях. А также заходи пообщаться на дискорд канал. Лайк, подписка и колокольчик помогут продвижению канала, так ты можешь отблагодарить меня. Для тех, кто хочет поддержать развитие канала финансово, в описании я оставлю ссылки на Donation Alerts и страничку на Boosty. Буду благодарен тем, кто откликнется. Инструктаж провел, Аделион. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok